Всем доброго утречка! С вами Одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Очень много вопросов задают мне наши украинские, которые получили в Швейцарии временный статус С, а вместе с ним и медицинскую страховку. Поэтому этот сюжет посвящу я теме медицинское страхование в Швейцарии. Интересная эта тема? Поехали вместе со мной! Пользуясь прекрасной погодой, отличным настроением, пойду прогуляюсь вокруг своего дома и заодно покажу вам красивейшие виды и вишнёвую аллею. У меня есть отдельный плейлист, который называется «Медицина в Швейцарии», а также «Интересная Швейцария», где я уже несколько сюжетов посвящала страхованию в Швейцарии. Но сегодня я сделаю общий сюжет по страхованию в Швейцарии касательно именно вашей ситуации, дорогие мои украинцы. Итак, начнём всё по порядку. В Швейцарии медицинское страхование является обязательным, и начинается оно с момента прибытия в Швейцарию. Страховых компаний в Швейцарии очень много, также они различаются по кантонам, есть кантональные, есть общегосударственные. И важный момент, что неважно, какую цену предлагает страховая компания, базовый набор услуг во всех страховках, в принципе, одинаковый. Цена может зависеть за обслуживание клиента, будет ли это индивидуальный биратор, либо это будет телефонная круглосуточная служба, куда можно обратиться по любому вопросу, как быстро оплачиваются счета, как они должны оплачиваться. В одном случае человек платит все свои счета сам, отсылает в страховую компанию, они потом ему возвращают деньги за вычетом с франшизы. В других местах страховка сама оплачивает все медицинские расходы напрямую, и потом уже выставляет счета на недостающие деньги своим клиентам. Вы услышали уже несколько незнакомых слов, поэтому объясню. Биратор – это консультант, а франшиза – это то, что вы будете платить сами до того, когда подключится страховка. Чем выше франшиза, тем меньше ежемесячные платежи за страховку. Чем меньше франшиза, тем дороже страховка. Люди, которые не болеют и не ходят по врачам, есть смысл платить максимальную франшизу 2500 франков. При этом они будут ежемесячно платить меньше. Люди, которые болеют, имеют хронические заболевания, им выгоднее заключить договор со франшизой 300 франков минимальной, и при этом они будут каждый месяц платить дороже, чем остальные. В случае с беженцами, людьми, получивши временный статус S в Швейцарии, им предоставляется страховка с франшизой 500. Это значит, что любое ваше обращение к врачу будете сначала оплачивать вы в размере 500 франков, а после достижения этой суммы подключится страховка. И с того момента она будет оплачивать все ваши счета в размере 90%, а 10% будете продолжать оплачивать вы. Пока у вас нет своего дохода, то, естественно, эти 500 франков за вас будет выплачивать социальная служба вам в долг. Когда у вас деньги появятся, то, естественно, вы уже будете платить эти 500 франков. Поэтому вам правильно говорят, чтобы вы не обращались без надобности к врачу, так как особой помощи вы не получите, а за прием у врача нужно будет заплатить 250-350 франков. Страховая медицина работает по принципу коллективной кассы. Все участники скидываются деньгами, и когда наступает страховой случай, кто-то серьезно заболел, то деньги на его лечение берутся из этой кассы. И люди прекрасно понимают, что если они будут бесконечно тянуть из этой кассы деньги и обращаться по мелочам и пустякам к врачам, то в кассе будет очень мало денег, и поэтому повышать будут оплату страховой премии каждый год. Что, в принципе, и происходит. У нас в Швейцарии каждый год на 1-2% идет повышение. Есть разные модели страхования, но в случае со статусом С у вас модель домашний врач. А это значит, что вы не можете просто так ходить по каким-то специалистам, по каким-то врачам на свое усмотрение. Вы все вопросы должны решать со своим домашним врачом, куда вас привязали по месту жительства. Если у вас какое-то недомогание, вы должны сначала позвонить домашнему врачу и назначить термин. Объяснить ситуацию, какое у вас недомогание, и уже исходя из этого, вам назначат встречу. Если что-то серьезное, встреча может быть в ускоренном порядке. Естественно, такой визит будет стоить дороже, с надбавкой. А если ситуация может подождать, то вы можете получить термин через 3-4-5 дней. Здесь не принято ходить к врачу, если у вас вдруг поднялась температура. Или у ребенка вдруг он плачет, что-то болит, поднялась температура. Тут всегда люди выжидают 3 дня и смотрят на развитие. Значит, температуру до 38,5 градусов здесь даже не сбивают. И ни в коем случае не дают людям антибиотики без соответственных анализов и причин. Скорее всего, врач вам пропишет ибупрофен. Поэтому идти без надобности на прием к врачу, который стоит 350-370 франков, нет смысла. Только если речь касается чего-то серьезного, что предполагает выписать медикаменты, которые можно получить только по рецепту врача в аптеке. Либо нужно сделать какие-то важные анализы. Рентген, анализ крови, на сахар и так далее. Чтобы получить от домашнего врача направление к специалисту, нужно тоже иметь очень вескую причину. Без причины к специалисту не посылает, так как его услуги оплачиваются еще дороже, чем домашний врач. И если у человека нет серьезных оснований идти к специалисту, то страховка может в итоге отказаться оплачивать эту услугу. Тоже касается дорогостоящих анализов, компьютерной томограммы, МРТ, которая здесь стоит 800-900 франков. Если на МРТ не найдут ничего страшного, страховка может отказаться оплачивать эту услугу. И тогда у врача будут проблемы, почему он вас послал на это обследование. И вам придется погасить эту стоимость со своего кармана. Такие ситуации никому не нужны, поэтому врачи подстраховываются, и лишь бы кого не шлют. Без дела к специалистам и на анализы. Скорую помощь, спасательные операции вертолетом в горах страховки не покрывают, и стоит это безумно дорого. Вызвать скорую 800 франков. Поэтому люди организовывают транспорт до больницы среди своих знакомых, родственников, соседей, друзей. Идти в больницу без назначения лечащего врача тоже здесь не принято, и будет стоить вам этот визит в два раза дороже обычного. Мало того, вы просидите в приемном покое 5-6 часов, так как берут пациентов по степени сложности операции. Поэтому просто с температурой, с наспорком, с кашлем по скорой в больницу не идут. В моем плейлисте «Медицина в Швейцарии» вы можете посмотреть видео нашей ситуации с моими дочками по поводу менингита и лечения фурункулеза в Швейцарии. Сколько стоят анализы, сколько стоило нахождение в больнице, какие счета выходят по окончанию лечения. И сделайте правильные выводы. Каждый человек также застрахован от несчастного случая. Когда вы работаете, вас страхует работодатель. Когда вы не работаете, вы сами должны себя дополнительно застраховать. В вашем случае вы тоже застрахованы от несчастного случая. Это значит, что если вы где-то упали, сломали ногу, руку, то это все покрывается уже другой страховкой. Не кранкинкассы, а страховкой от несчастного случая. Ваша страховка с франшизы 500 франков стоит ежемесячно в районе 500 франков Это 6 тысяч в год И на вопрос, зачем же тогда платить, если не ходить по врачам, ответ очевиден 6 тысяч в год вы платите, чтобы когда-нибудь в очень сложных ситуациях воспользоваться страховкой Потому что попав в больницу, 6 тысяч закончится за 2-3 дня Анализы, бесконечные обследования, это все стоит очень много денег Поэтому та сумма, которую мы ежемесячно платим, это копейки по сравнению с расходами, которые на нас потом тратят при серьезных заболеваниях Когда человек имеет хроническое заболевание и вынужден ежегодно проходить дорогостоящее лечение Вот для таких случаев мы и платим страховку, пока мы здоровые Чтобы потом ей воспользоваться, когда она нам будет жизненно необходима Что касается детских страховок, стоит она в районе 100-120 франков в месяц И франшиза у детей 0 до 18 лет Потом сразу же начинается взрослый тариф от 350 до 500 франков в месяц Здесь нет привычных нам постановок на учет и ведение больных Все нужно контролировать самостоятельно Точно так же обстоят дела с детскими прививками Расписание прививок используется только для очень маленьких детей А потом мамы самостоятельно должны смотреть, когда им обратиться к следующей прививке со своим домашним врачом Введение беременности тут тоже отличается от нашего И беременной положено всего лишь два УЗИ на протяжении всего срока, если нет каких-либо осложнений Массажи, фитнес, гомеопатия, альтернативная медицина Это все оплачивает дополнительная страховка, которая является добровольной Которую можно заключить дополнительно Но в вашем случае ее нет Есть только базовый набор услуг Многие из вас уже столкнулись с проблемой, что пришли к врачу Показали список медикаментов, которые они привыкли принимать И таких медикаментов, аналогов не оказалось в Швейцарии Так как они либо не доказаны в швейцарской медицине, либо не разрешены в Швейцарии Либо являются обыкновенными БАДами, которые просто наши украинские врачи любят распространять среди своих пациентов Это значит, что эти медикаменты вам не жизненно необходимы И никакой функции они не несут Медицинские аппараты по измерению давления, сахара в крови, молокоотсосы Вы не купите просто так в аптеке И нет смысла их покупать, так как ваш домашний врач может дать их в аренду Если вам они действительно необходимы Элементарные препараты Сироп от кашля, ибупрофен, болеутоляющие, легкие Можно купить в аптеке без рецепта врача Но тут люди стараются не пичкать ни себя, ни детей без надобности таблетками Прогулки на свежем воздухе Сон 6-8 часовой Много еды, активный образ жизни Плавание Занятия спортом Это все продлевает жизнь И вашу систему иммунную тоже укрепляет Я надеюсь, я ответила на ваши основные вопросы Всем желаю не болеть Поддерживать себя в здоровом теле и в духе Ну, а мы увидимся с вами в следующих сюжетах До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok